Приветствую вас и, знаете, внимательно читал ваше сообщение, оно получилось таким, достаточно большим, объемным. Знаете, вот что мне, как бы, бросил в глаза, что мне сильнее всего вложил в память, это, наверное, то, что вы взяли на себя роль такой вот все терпящей, все прощающей женщины, которая, ну, вообще говоря, которая может все что угодно своему мужчине бросить, все что угодно своему мужчине позволить только потому, что дорожит им. И вы знаете, в этой ситуации я достаточно хорошо понимаю вашего мужа, потому что он не видит от вас какой-то вот такой защиты, вашего собственного я, вашего собственного поведения, вашего собственного достоинства и так далее. Мужчина этого не видит и он, конечно же, расслабляется, он чувствует вседозволенность, он чувствует, что может сказать вам все что угодно. И вы в ответ, ну, промолчите, вы в ответ, там, не будете ничего говорить, вы не будете ссориться, мужчины это знают. Ситуация усугубляет еще и то, что коллеги мужчины, вот его сотрудники, да, его друзья, его, можно сказать, собутыльники, они как бы вашего мужчину осознанно или не осознанно, в данном случае это не так важно, стимулируют на такое вот поведение, то есть стимулируют его на то, чтобы он вел себя с вами преувеличенно, агрессивно, преувеличенно, наша группа и так далее. То есть сам мужчина, ваш муж может быть делать этого и не хотел бы, но коллектив, а он делает это именно в коллективе, его к этому стимулирует. И вы знаете, до тех пор, пока мужчину все устраивает, до тех пор, пока вы проявляете себя вот так, то есть как женщина, которая всегда и во всем его поддерживает. Ну, вряд ли что-либо изменится, потому что мужчине удобно. Нет, ну а правда, интим у вас есть, готовите вы ему хорошо и вкусно, мозг, как другие жены, вы ему не выносите по вашим же словам, а ведете себя спокойно, хорошо, ничего для себя не требуете, мужчину поддерживаете, и он уверен в том, что вы его, он уверен в том, что вы никуда от него не денетесь, он уверен в том, что вы всего абсолютно стерпите. Ну, вы знаете, данная позиция, она удобна вашему мужу, но не удобна вам. И мы, конечно, можем здесь говорить о том, что вот мужчина в алкогольной зависимости, да, что-то там, вас немножко не страшно, что он может не очень, как бы, чувственно отнестись к тому, что у вас там проблемы и так далее. Все это, да, можно сказать. Но подобное отношение началось с того, что вы подволили ему так к себе относиться. Вот это ключевой момент. И вы знаете, я вот лично, я вот как мне это видится, не вижу другого способа что-то поменять, кроме как вам изменить свое отношение к мужчине и сказать ему, ну, откровенно, поводнуешься, конечно, что-то типа такого. Ну, что ты все время меня пугаешь разводом? Ты что же, получается, думаешь, что я без тебя не проживу? Или что? А нужна ли тогда, получается, я тебе, если ты мне все время разводом угрожаешь и так далее? То есть, у мужчины, у мужчины, вот, сложилось такое ощущение, что вы принадлежите полностью ему. Ну, согласитесь, это не самое лучшее ощущение. Согласитесь, это достаточно плохо для вас. И вот поэтому, так, как раз, я и говорю вам о том, что вы многое-многое, слишком многое, вы терпите слишком многое, вы сносите слишком многое, вы умалчиваете. Далее, важный момент. У вас совершенно нет времени по вашим словам, у вас совершенно нет времени на то, чтобы поговорить с мужчинами. То есть, вы отдалили друг от друга. У мужчины, вот, он объясняет это такой работой, что у него вот работа такая, и что нет совершенно времени на вас и так далее. Вы знаете, эта ситуация в равной степени также очень плохая. Потому что, если вы от своего мужчины отдаляете, у вас нет такого, знаете, психоэмоционального связи, то он не чувствует вас как человек. Да, у него есть ощущение, что вы его жена, что вы ждете его дома, что вы вот такая домашняя, что вы там не выпиваете, не ходите по подругам и, собственно говоря, всегда рядом. Но мужчина забыл о том, что вам нужно внимание, что вам нужно тепло, что вам нужно ласка. И это не какой-то материальный достаток. Это именно вопрос взаимодействия двух людей. Поэтому, что вам нужно сделать? Ну, во-первых, понятно, что предъявлять претензии мужчине на данный момент в вашем случае, в вашей ситуации не имеет смысла. Потому что, ну, понятно, мужчина это воспримет стыки пока что, да и у вас достаточно отдаленные отношения пока с вашими, чтобы сразу что-то требовать от него. Вам нужно организовать для начала досуг. Вот, совместный такой досуг. Чтобы появилось что-то между вами в большей степени общее, в большей степени вас объединяющее, чтобы вы вновь вспомнили кто вы друг для друга. Единственное что-то такое появится, то есть вам нужно откровенно говорить мужчине о том, что вы по нему скучаетесь, что вы хотите проводить с ним больше времени, что вы нюдаетесь в нём, что вы просто, ну, чувствуете, что вам не хватает ему. То есть это такое, знаете, позитивное требование с вашей стороны, на которое вы имеете полное право. И для начала посмотреть реакцию мужчины на это, то есть как он отреагирует на друг, что вы, в общем-то, просто хотите с ним побыть вместе, с ним побыть рядом. Это первый момент. Второй момент. Если у вас всё будет хорошо, если вы будете чувствовать гармонию друг с другом, то у вас появится, скажем так, эмоционально обусловленная возможность мужчины спросить почему он так себя видел. в спокойной обстановке, когда вы друг к другу, в общем-то, в хороших отношениях, когда вы чувствуете друг друга. Спросить его, дорогой, вот почему ты в последнее время стал так часто говорить о разговоре? Я тебя люблю, я хочу, чтобы ты был счастлив, если нужно, я тебя отпущу, но, пожалуйста, скажи мне, почему ты говоришь о разговоре? То есть для начала нужно попал слушать вашему мужчину в его обоснование того, что он говорит, достаточно спокойно, чтобы он понял, что вас это волнует. И чтобы, находясь в спокойной ситуации, в спокойном эмоциональном состоянии, он смог бы вам ответить так, как он, ну, по крайней мере, может быть не так, как думает, но может быть так, как он хочет вам сказать. Просто так, как думает, он вам говорит, когда выпивает алкоголь, и про это мы еще скажем. То есть это то, с чего нужно начать, выяснить его мнение на эту тему, поговорить с ним. И, естественно, когда он трезвый. Дальше. Теперь вопрос. Если мужчина отказывается проводить с вами больше времени, если он не хочет этого делать, тогда вам нужно, ну, что вы можете сделать? Вы же не будете заставлять человека, правильно? Вы мужчине говорите, хорошо, пусть будет так, как ты хочешь, и все. И его не трогаете. Но когда разговор заходит про развод, то вы, естественно, когда он в нетрезвом состоянии, вы его не трогаете, а когда он трезвый, вы его прямо вот ломите с утра, когда он идет на работу. Вот на руке и говорите, так, дорогой, я хочу с тобой поговорить, а мне надоело это собираться, если ты постоянно мне говоришь про развод, когда ты выступил. То есть, что тебя не устраивает, откровенно, что тебе не нравится. Вообще, это все возможные варианты. Я не буду вам эти варианты говорить, чтобы не сбивать вас с толку сейчас, но тем не менее. В зависимости от того, как мужчина себя поведет, вам нужно прорабатывать свою реакцию, и вам будет более понятно, в какую сторону двигаться по налаживанию отношений, и есть ли вообще-то, говоря, что налажено. Дальше. Когда мужчина выпьет то, что он вам говорит, он как бы кричит о том, что его не удовлетворяется, что ему не нравится. Струбит покою. Он говорит о своем конфликте. Вот у него есть какой-то конфликт. Именно этот конфликт и обуславливает его вот такое поведение. Это может быть чувство вины перед вами. Ну, где-то отдаленно. Чувство вины перед вами до того, что он так мало времени с вами проводит. Может быть, это неудовлетворенность его работы. То есть, мужчине не нравится вот то, как выглядит на сегодняшний день его работа. То есть, как она вообще вот влияет. Потому что он не может общаться с сыном со своим, да, он не может общаться с вами и так далее. То есть, все это очень, наверное, его напрягает. И футбол говорит, что он работает без выходных. Далее. Это просто эмоциональное напряжение. То есть, на мужчине большая ответственность. Мужчина постоянно напряжение, постоянно движение. От него все время что-то требует. Ему нужно отдохнуть. Алкоголь снимает, может быть, немножечко это напряжение и устало дает ответственность. Потому что полноценные релаксации не наступают. То есть, нужно подумать о том, что у мужчине, ну, как-то нужно все-таки отдыхать. Как-то нужно все-таки продумывать свой доступ. Потому что в определенном случае ему будет тяжело. У него может случиться нервный срыв. Это уж я не говорю про злоупотребление алкоголя. То есть, здесь вам, с этой стороны, тоже нужно рассказать своему мужчине о том, что данный год. Вот я вижу, я смотрю на тебя, я вижу, как ты устаешь на области. Я вижу, как ты, ну, как бы, постоянно в движении, постоянно в каких-то делах. Я вижу, как это на тебя дает. Я хочу, чтобы ты взял отпуск, я хочу, чтобы ты хотя бы пару дней отдохнул, побыл дома, сам со мной и так далее. То есть, даже если этого нет, даже если мы, ну, вы не видите, что мы в обычном действительном сайте, там, если из ваших слов я понял, что его работа достаточно, на самом деле, приятная. То есть, там, алкоголь, ресторан, то есть, так, смещают, как говорится, приятное с полезным. Но, тем не менее, тем не менее, это тоже нужно делать. То есть, проявить забор свой. И настойчивость. И вот теперь, когда мы с вами сказали, и про разговор с ним в трезвом виде, и про заботу, и про, значит, совместные ваши занятия, про совместный заслуг. Теперь нужно все это объединить в одно. То, что все вот это является вашим желанием. То есть, мужчина может, вполне вероятно, отказываться от того, что вы ему предлагали. Ну, не нравится ему, он говорит, нет, я не хочу, я не буду, я не устал, там, у меня все хорошо, или там, нет, я не могу проводить с тобой больше времени, там, то есть, ну, может быть отказ. Это надо говорить мужчине. То есть, дорогой, я так хочу, дорогой, мне это очень важно. Вы смотрите, как мужчина реагирует на ваши желания. Потому что это желания не простые желания. Это желание суть его любимой женщины, то есть, вам. И если он на ваши желания не реагирует, и если ваше желание не стремится удовлетворить, то и вам не нужно этого делать. Вам нужно точно так же в таком случае от него отдаляться. Показывать ему, что вы не будете терпеть подобного отношения. Показывать ему, что вы не станете просить у него внимания, знаете как, кровь внимания. Вы не станете унижаться перед ним. Но и взамен мужчина вряд ли может рассчитывать на какую-то, ну, активную, скажем так, поддержку с вашей стороны. Вы будете холодны, вы будете отстранены, вы будете как-то еще себя вести и так далее. И вот далее то, что вы делаете, это понарастаюсь и наращиваете. Вот это вот свое отстраненное поведение. И рано или поздно мужчина вам до нас попал. Почему вы так себя ведете? Что с вами происходит? Если его хоть капельку волнует то, что между вами вообще есть. Если же он спокойно будет реагировать на то, что вы так себя ведете. То есть вы можете прекратить вести с ним интимную жизнь. Вы можете делать что-то еще. Вы можете перестать готовить. Вы можете, ну, как-то еще проявлять свою реакцию. Здесь важно соблюдать постепенность. То есть само для себя определить план. Например, в течение двух недель вы просто с ними разговариваете. После прохождения первых двух недель вы, там, предстаете ему готовить или предстаете заниматься интимной жизнью с ним. Ну, и в зависимости от того, что дальше, тут уже вам решат. И вот мужчина будет вынужден вам проявить какую-то реакцию. По которой вы увидите, а что же вообще он чувствует? Что же вообще он сам себе думает? Вот если вы мужчину волнуете до сих пор, если он просто заигрался, если он просто заработался, если просто образ жизни его увлек, ну, тогда он опомнится и к вам вернется. По крайней мере, начнет больше вас ценить. Потому что увидит, что теряет вас. Пока он этого не видит. Если ему все равно, то тогда за что борется? Отношение, это всегда работа двух людей. Вы что-то делаете, он ничего не делает. И что бы вы не делали здесь, в данном случае, предстат будет один. Мужчина все устраивает. А вам нужно показать, что вас не устраивает что-то. И показать по возможности так, чтобы мужчина увидел, что вы не его обвиняете в чем-то. Что вы не его в чем-то пытаетесь обвинить там, задеть и так далее. Мужчина увидит, что вы беспокоитесь только о себе. Что вас волнует, что ваши желания не удовлетворяются. И простите, это ваше полное право так делать, так чувствовать. И если мужчина вас любит, то у него нет возможности и нет оснований для того, чтобы, ну... Знаете... Не выполнять того, что вы хотите. Не выполнять ваших требований. А если он вам ничего не чувствует, то и стимула. Вот это дело для вас у него нет. Вот вам и нужно вести себя предпримерно так. Вы слишком сильно подстраивались под своего мужа. Понятно почему, вы дорожите им. Вы очень осознанный, знающий человек, понимающийся, человечный, мудрый. Но вот слишком выдержанный, терпеливый. Это хорошее качество, но в данном случае они вам вредят. В данном случае вы просто-напросто теряете свою ценность для мужчин. А теряя свои ценность для мужчин, вы не позволяете ему себя уважать и собой дорожить. А отсюда все проблемы. Теперь дальше. В том, что касается алкогольной зависимости. Вот коллега сказала, что у вашего мужа может быть есть алкогольная зависимость. Я не склонен с ней согласиться. Просто потому, что вам сейчас об этом много говорят. И вы, наверное, не могли не думать об этом. О том, что может быть у вашего мужа алкогольная зависимость. Но давайте будем честны и скажем так, что алкоголик человек, который пьет тогда, когда он не хочет. То есть хочет пьет и не хочет пьет. У каждого человека своя предрасположенность к алкоголю. И мы здесь будем честны с вами. В том плане, что не будем. Изначально, изначально, надо дописывать вашего мужа алкогольного алкоголика. До этого сегодня нужна более явная выраженность, более явная зависимость. Из вашего письма я такой зависимости не увидел. Да, мужчина пьяница. Да, мужчина любит выпить. Да, мужчина, как бы, злоупотребляет им. Но простите, он делает это не один. Простите, они там делают все это коллективом. И что, можно назвать коллектив алкоголиков? Ну, если честно, я думаю, нет. Кроме того, алкоголики пьют запой. То есть они не протекают целыми днями. И никакая работа в таком случае вестись не может. Тем более, ответственная работа. Ну, вы представляете себе технический директор алкоголя. То есть человек, который вообще не контролирует свою зависимость от алкоголя. То есть человек, который пьет просто беспробожно. Я не думаю, что такого человека будет терпеть на работе, если только это не какой-то прям близкий друг. Также, вы пишете о том, что начальник работодатель, друг вашей семьи, и вы его хорошо знаете. Вот давайте мы попробуйте еще и с ним поговорить. Как-то расспросить у него вообще ситуацию в целом. Попросить о конфиденциальности, чтобы он не говорил вашему мужу. И попросить его, может быть, проследить, чтобы ваш муж, чтобы вообще люди, коллеги меньше употребляли алкоголь. Я думаю, что в этом нет ничего страшного. Если это друг вашей семьи, то вы имеете право так попросить. Единственное что, чтобы ваш мужчина об этом не узнал. Чтобы он не был в курсе, потому что это может ваше отношение испортиться. Это рекомендация, ни в коем случае не совет. Вам нужно самой определять, будете ли вы так поступать или нет. Вообще, это одно из самых крайних случаев, одно из последних средств. Потому что, ну, в родином случае, слишком это рискованно. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Я истинно желаю вам удачи. Я истинно надеюсь, что у вас все будет хорошо. Ей-богу, вы достойный человек и достойная женщина. Вы заслужили счастье. А я надеюсь, что помог вам. Ну, по крайней мере, построить стратегию Стратегию поведения. Для того, чтобы добиться, или попытаться добиться этого счастья. Если вам понравился мой ответ, будем загадаривать, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.